Доброе утро, девочки! Сегодня хочу сделать такой влог, видео со мной целый день. Сегодня нам дали выходной, 27-й, потому что у нас будет Олимпийский огонь. Постараюсь, конечно, я попасть на это мероприятие, ну, как получится. Смотрите, что они делают, они тоже голодные. Сейчас их накормлю, потом пойдем пить кофе. Будем пить вот такой кофе. Кофе свежей обжарки подсела я это, moka1.ru, в интернет-магазине можно заказать. Подставляет в зернах, я его перемалываю и варю в турке. Это у меня сорт Колумбия Софи, там у них несколько сортов. И можно попробовать. Вот я заказала вкусный очень кофе. И запах обалденный вообще на кухне. Вот кофе у меня пока... Ой, утро у меня начинается с чашечки вот этого кофе. Так, чай мне тут много-много прислали. Разного-разного вида. Всякого-всякого. Из магазина. Чайная лавка. Дедушки. Рафана. У них такая визитка. И вот тут вот я уже много перепробовала, конечно. Очень интересный есть сорт, не сорт. Шу-пуэр земляника мне очень понравился. Тут они китайские. В основном китайские. И я наблюдала, была Германия. Кения. Такие вот. В таких вот пакетах они... В каждом пакете свой сорт. Тибетский чай. Вот пока еще не пробовала. Вот я попробовала банный чай. Банный чай у них есть несколько видов. Попробовала банный чай. Это у нас Кения. Ну, знаете, состав черный... Чай черный, чабрец душица. Почему-то он мне напомнил такой вот деревенский чай. Из трав. Так и должно, наверное, быть. Вкусный очень. Что я еще попробовала? Шу-пуэр дворцовый листовой. Черный листовой чай. Китай. Это очень понравился. С земляничкой. Все разные. Тоже есть земляничка вот такой. Кто любит чаи, загляните к ним в магазин. У них там огромный-огромный-огромный запас чаев. Такой вот чай попробовали. Присованный. Мини-чаши цветами розы. И вот в таких вот штучках он. Ну, один заварник, вот и один этот. Я такой очень-очень крепкий. Пробую. Мы днем балуемся. Или вечером, когда дома. Ссылку оставлю под видео. Кто не пробовал молочный... Вообще, улун. У нас директор привозил чай с Китая. Молочный мы долгое время его пили. Тут тоже есть улуны. Разнообразные улуны. Улун-жин-шэйн. Най-ся-ну-лун. То есть некоторые названия нечитаемые. Вот еще смятый банный чай. Обычный. Жасминовый серебряный борст. Тоже пока еще не пробовала. Рейбуши. Страна Южная Африка. Вот я говорила, да, тут есть всякие странные изготовители. Интересно. Чьи недорогие. Для того, чтобы попробовать, очень интересно. Еще получила посылку. Вот тут она. Передо мной как раз чуть-чуть расскажу про нее. Кто увлекается Айювердой, вот эта продукция Айювердой, решила попробовать вот этот Чаван Праж Дабур. Это для иммунитета и силы. Вот пробую. Интересный, конечно, очень продукт. Не знаю, девочки, кто пробовал, не пробовал. Это, по-моему, индийская. Ну, сейчас там внутри вот находится типа вот такое желе варенье темного цвета. Его нужно в день 1-2 ложки. И запивать молоком. Почему-то молоком. Но молоком я вообще ничего не запиваю. И вкус такой сладко, такой перцовый какой-то. А еще вот у меня появилась такая вот Дабур Амла. Это средство для волос. Для того, чтобы они блестели. Но единственное, вот оно немножко подтекает, потому что при пересылке разбилось вот это все. Интересная такая вещь. Кстати, тут есть перевод. Никогда не встречала вот у... Вообще написано, что сыворотка для волос с добавлением масла змеи. Мгновенный экстремальный эффект. Буду делать, конечно, отдельный обзор. А так вот... И также у них заказала настоящее масло. Тоже подтекло. Настоящее масло 100% кокосовое. Теперь я знаю, как оно выглядит. Вот оно вот такое. И пахнет вот как будто кокос. И пришло оно такое, было жидкое. Вот видите, я почему-то в квартире застыла. Интересно. И подтеклось до этого, получается. Такое масло. Я купила вчера маску на лицо. Такая смешная маска. В форме бабочки. Или себе, или кому-нибудь. И такой вот ободок на праздник. Наверное, я себе племянница подарю. Такой смешной. В 7-м году. Чего только нет. Ну, маска такая смешная тоже для себя. А вот еще домовенок у меня тут живет. Смешной сама делала. Где-то год назад делала. Мучилась, мучилась. Вот так вот получилось он у меня. Мой дом охраняет. Домовенок. Кузя. Вот и я со стаканчиком кофе. Без кофе не могу. Проснуться, наверное, я. И не знаю. Хотела немножко спросить. А вообще насчет молока. Употребляете ли вы просто молоко в чистом виде? Вот хотел спросить. Я, начитавшись книг, решила, что... Не то, что решила. Просто там так было убедительно рассказано, что во взрослом состоянии человеку вообще молоко как бы не то, что противопоказано. Но оно не нужно. То, что оно сворачивается в желудке, там туда-сюда. Использую я молоко, значит, в кофе. Ну, вот в выпечках. И, как сказать... В кашах. И все. А вот композиция моя, которую я делала. Помните? Она стоит. Такая. Смешная. Потом пойдет на дачу, может быть. Очень много банок, бутылочек вот таких вот. Нужно сделать с ними что-то интересное. Кстати, вы правильно подсказали. Вот здесь вот есть узоры. Вот здесь вот есть узоры. Вот эти. Нужно выделить чем-то. Или так вот золотистым сделать. Кстати, будет интереснее смотреться. И вот здесь вот нужно бочевку. Бечевку, то есть бочевку. Бечевку. И будет интереснее смотреться. Ну. Всему свое время. Это у меня комната. Вот видно, наверное, да? Чуть-чуть вот тут. Я покупала ее уже такую. Хозяин бывший сделал из нее как бы веранду. И обшил за чем-то вот такой вот вагонкой. Я вот все думаю, как бы ее переделать. Много было вариантов, но пока руки еще не дошли. Ну, пока вот вагонка. Это у нас столовая получается. Тут у нас стол весь, хлам, хлам, овощи храним. Ну, такое вот все. Ну, и что она как без ремонта? Я уже, наверное, говорила, что я квартиру взяла в ипотеку. И несколько лет назад. И расплачивались мы с ипотекой. А сейчас пока нет денег, и сделаю такой гарантиозный ремонт. Так что вот так вот. И это. Может быть, у вас есть идеи какие-то, подскажите. Мне очень интересно, что можно сделать из комнаты, которая... Или снимать эту всю вагонку, или ее как-то дорабатывать. И пускай она будет в таком стиле. Не знаю. У меня, короче, все комнаты, все разных стилей. Одна там такая, другая такая получается. Вот так вот. У меня тут пришла куча посылок. И хотела вам чуть-чуть показать. Давно хотела вот эти крема попробовать от Sea of Spa. И вот они пришли виной у меня. И вечерний не удержался. Сейчас утром распаковала. И попробовала. Выглядит, конечно, шикарно. Вообще шикарный крем. Вообще вид. И качество сейчас нанесла. Буду делать отдельный обзор на них. Также вот тут у меня другая посылка. Натуре. Натуре Хаус. Тоже тестирую. Очень нравится. Тут у меня шампуни. Бальзам. Такой вот бальзам. Потом... Это еще я не пробовала. Очень хочу попробовать. Маска для волос. Тоже от Натура Хаус. Мыло такое огромное. Интересно. Я тоже не пробовала пока. Подарочек они мне положили. Такое мыло. Натурально. Живи натурально. Так. Это у меня с другой посылки. Потом пришла вот такая посылка. А это... Очень много всего интересного. Пробовать, конечно, пока еще не попробовала. Натуральный шампунь для волос. Хна. Хну придется подарить, потому что я не пользуюсь. Лечебная хна. Шикакай. Натуральный кондиционер для волос. А вообще это, знаете, смотрите, вот это что. Тут вот такие вот штучки. Это все натуральное. Для стирки. Мыльные орехи. Вообще, наверное, слышали. Вот это вообще... Как сказать... Зубная щетка. Тут много чего интересного. Все буду пробовать, пробовать. Вот это у нас отбеливатель, пятновыводитель такой. Безопасен для человека. Вот для детей кому-то. Огромная посылка, чего только нет. Мыльные орехи. Там сама мочалка. Что-то не пробовала буду. Вот еще хотела вам показать обалденнейший платок. Посмотрите, какой узор. Я, как увидела его на сайте, обалдела. Это вот такой огромнейший платок. Он из чистой шерсти. Я так понимаю, почему написано. Это итальянский, по-моему, платочек. Эликанзо. Эликанзо. Так, 90% вулл и 20% в силк. Шерсти. Шерсти шелк. Такой интересный он вообще. Своей расцветкой он меня покорил. Тут есть все. С одного края. Такой розовый. Ну, вообще. Интересные там, по-моему, человечки закружились. Что-то такое буду делать, конечно, отдельный обзор на это все. Все, что я вам показывала. Да, это потому что много чего интересного. И, думаю, я поделюсь я со своим опытом. И вам пригодится тоже. Так, вот моя елочка тут. Я уже ее показывала. Светится. Огоньками разными. Сейчас попробую включить. У меня тут потайной. Вот. Эту часть заканчиваю. Но я обещала, что будет сегодня влогов много, потому что я буду сегодня целый день свободна. И целый день буду для вас снимать. Много интересного будет. Оставайтесь со мной. И, конечно, постараюсь снять Олимпийский огонь. Я прям готовлюсь к этому. Идючу чуть не месяц у нас. Покажу город и вообще. Наверное, будет части 3, наверное, именно вот сегодняшних влогов. Так что, девочки, на этом пока. Пока-пока. Пока-пока.